Открывает тоже полывной, тот самый радиолюбительский, и там сидят, пусть на своих репитрах, и на двухметровом, прямо, чё там, на Тостанею-то уже 10 лет простоял где-то, вечная у нас чистота пустая. Привет, да, 10 лет по гаражам он простоял. Привет, чисто народ. Ещё кто-то включается, да? Да-да, кто там был? Всё, отошёл я, Андрей, спасибо. Да, вот, да, мы, это самое, на твой взнос, у меня деньги есть, не жалко, ну, чтобы это попёрло. Привет, чисто народ. Фамилия? Моё, что ли? Ну, да. Ты чё, Леонид, не узнал, что ли, меня? РА-4С и Л, богатым буду. О, ёлки-палки, ну, давно не слышал. Слушай, ну, мы редко, редко с тобой работаем. А я ещё думаю, что такое голос знакомый. Потом уже в конце, когда ты говоришь, а что не знал, сразу определился. Ну, всё понятно. Ну, нормально, хорошо принимаю, без проблем. Привет, Леонид. Да-да, ну, богатым буду, богатым. Ха-ха. Андрей, принимаешь? Да, он, наверное, тоже отбежал где-то. Тут мы обговаривали. Ренат подсказал, вроде бы, там на вторую категорию мощность подняли. Чё-то не на киловатт вот это самое посмотреть. Да-да-да, да я всю беседу слушал, у меня эта портативка включённая была на приём. А, ну, вот всё. Так. Ну, надо будет посмотреть, да, чё там за новое положение, какие вышли, что там меняется, что не меняется. Давно уже пора это самое, какие-то новшества привести на приёме. Ну, да-да-да. Про киловатты вы всё правильно сказали. Надо вдувать. Ага. Без этого никуда. Уважать не будут, дорогу вступать не будут, чё-то сделать. Ха-ха-ха. Народу сейчас мало в эфире работает. Это когда народу много бы работали, да, там труду не мешает. А сейчас одни и те же уже на диапазон заходить. Зайдёшь, послушаешься и уходишь сразу. Спасибо.